В прошлом году администрация потратила на озеленение города 15 миллионов рублей. В этом году сумма меньше всего 12,7. Как пояснили специалисты, это не урезание бюджета, а экономия средств. Дело в том, что бюджет у нас трехлетний, и на три года, до 2018 года, у нас выделяется по 15 миллионов. Сумма уменьшена, например, по результатам торгов на цветы. Где-то порядка полтора-полутора миллионов было сэкономлено в конкурсе на цветы. И еще конкурс у нас по газонам прошел. Тоже там было сэкономлено, поэтому сумма уменьшилась. В этом году площадь цветочного оформления стала меньше за счет увеличения площади газона. Его теперь сеют по новой технологии – гидропосев. Схожесть хорошая и подешевле это стоит, чем обычный газон. Допустим, нынче за один квадратный метр стоимость где-то 450 рублей. А так обычный газон – это до 1000. Кроме этого, деньги расходуются на поливку и обрезку зеленых насаждений, кошение травостоя, стрижку живой изгороди вдоль улиц, а также удаление аварийных и сухостойных деревьев. Они считаются опасными. При сильных порывах ветра могут сломаться. Составляется, конечно же, план задания, в первую очередь, по обращению граждан. Вторую очередь, конечно же, там администрации районов подключаются, горли с хоз мы подключаем. Ну и специалисты у нас выезжают, мы просто проезжаем по улицам и смотрим, ага, здесь нужно удалить, здесь какую-то работу. Удалить дерево даже мертвое не так просто. Для этого необходимо получить разрешение в Комитете городского хозяйства. Кто может сказать? Есть, например, говорят, это сухое дерево, а я могу сказать, что оно не сухое. Ну и чтобы такого не было разногласия, прокуратура тоже смотрит за этим делом, чтобы здесь никто не имел права спиливать самовольно деревья. Отметим, что деревья, находящиеся на частной территории, жители должны спиливать за свой счет. Теперь брать для этого разрешение не требуется. А вот если старое дерево находится на городской территории и представляет собой угрозу, то о нем можно сообщить в Комитет городского хозяйства. Екатерина Устюшенко, Александр Лупсанов, Телекомпания ТВ.